Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня мне в голову пришла просто бомбическая, наверное-таки, идея. Долго я думал, чтобы записать у нас нового в ТО, что можно было бы записать такое, чтобы вам понравилось, чтобы было интересно, чтобы это было как-то по-новому. И мне в голову пришла довольно-таки такая интересная, безумная, нагибаторская идея создания, можно так сказать, какой-то определенной рубрики по нубу в танках онлайн. Суть данной рубрики это игра, без разницы на каком моем аккаунте, сегодня это будет мой основной аккаунт с приваренной башней, и это будет что-то вроде минимального такого определенного челленджа для меня лично, То есть за 7 минут матчмейкинговой катки я должен с приваренной башней на каком-то интересном, не совсем, наверное, нагибающем сочетании занять первое место и заработать, получается, у нас именно-таки 6 звезд, потому что у меня имеется премиум аккаунт, и все, чтобы у нас было в этом плане довольно-таки круто. Ну и показать какой-то определенного рода интересный геймплей. Да, это будет что-то игрогового плана видеоролик, но перед тем, как мы, ребятки, уже начнем играть, я бы хотел бы задать вам парочку вопросов. Как вы вообще, в принципе, считаете? Напишите в комментарии. Вы себя относите к нубам или к профессионалам в танках? Просто напишите в комментарии, вы нуб или вы про. Обязательно прямо сейчас поставьте видос на паузу и напишите. Ну и, конечно, ребят, не забывайте ставить лайк, если вы заходите в ТО-шечку каждый день, зашли в танки, поставили лайк. Таким образом мы узнаем, насколько у нас много игроков постоянно играет в танках. Таким образом я все это дело, конечно же, посмотрю. Посмотрю, сколько у нас просмотров и посмотрю, сколько у нас имеется игроков, которые ставят лайк и играют у нас в танки. Ну а сегодня я буду играть на довольно-таки бомбическом, интересном сочетании. Я более чем уверен, что вам бы оно бы очень хотелось бы посмотреть. И это, конечно, Мамонта Эзида. Мамонта Эзида без никаких устройств. На Эзида мы устройства, конечно же, снимаем. Ну и дабы я случайным образом каким-нибудь не нажал на поворот нашей любимейшей башни, я прямо сейчас открываю управление. Убираю здесь Z и X. То есть башню я повернуть уже никак не смогу. Здесь у нас есть какие-то еще точки, какие-то дополнительные. Ну и понятное дело, что я со своим управлением до этих кнопочек явно не дотянусь, поэтому мне их убирать в принципе не надо. C пусть стоит и все. В принципе, отправляемся в бой. Остается у нас только найти, наверное, интересный какой-то бой, где я смогу на своей Мамонте Эзиде занимать первое место. Ну и вообще, ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, получится ли у меня это сделать. Вот прямо сейчас ставьте видос на паузу, не перематывайте, а просто вот остановите видос и посмотрите, подумайте, смогу ли я здесь с приваренной башней на Мамонте Эзиде занять первое место. Довольно-таки интересная карта. Бойня. Мамонт отлично сочетается для данной карты. Я бы сказал, это просто нереальнейшая удача, что мне сегодня вот так вот закинуло. И, конечно, с приваренной башней я бы не сказал, что здесь будет как-то сверхсложно, я хотел бы сказать, но они ставят уже первый мяч. Меня просто вот так вот легким образом викинга-смока, который, к слову, тоже какой-то нубасик с приваренной башней играет, просто обосцыкивает. И я таким образом ничего не смог сделать. Ухожу просто на респ. И сейчас мне было бы неплохо поехать в зону, где падает у нас мячик и там уже попробовать каким-нибудь магическим образом поехать и, конечно же, доставить его. Не скажу, что на Мамонте Эзиде настолько просто играть вообще в принципе, а еще и с приваренной башней, да, в каких-то определенных ситуациях, когда противник мансит. У вас явно будут определенного рода проблемы, у вас не будет получаться нормально там забирать какие-то фраги, быстро передвигаться. Ну, явно вы сами должны понимать, что приваренная башня это вам не танк, на котором вы можете спокойнейшим образом делать все, что вы хотите. При том, что это Мамонте Эзида, да, это не какой-нибудь там мой любимый викинга-страйкер, на котором я люблю и обожаю нагибать. А это Мамонте Эзида, хорошо, что хоть бойню мне в регби закинуло и шанс у меня занятия здесь первого места хоть какой-то минимальный имеется. 65% овердрайва у нас уже тоже имеется, нетрушечку мы здесь прожимаем, я думаю, что сейчас было бы неплохо быстренько забрать мячик с центрика и тогда уже попробовать каким-нибудь магическим образом залететь к ним на базу, потому что овердрайв у меня совсем скоро уже должен быть, здесь вот забрать бы фражочек, давай, 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 соси, соси, соси. Блин, блин, убегает, не получалось у меня вообще никак его забрать, с приваренной башней очень тяжело играть. Блин, еще и с таким вот моментом, когда тебя просто вот так вот берут и нагибают шоробы эти хлопцы. Жесть, меня просто слили, просто обосцикали и я как всегда ушел на респ, хотя у меня 90% овердрайва уже имеется, это значит, что мне нужно срочно, просто срочно двигаться к ним на базу и пытаться ставить мячик. Имеется у нас здесь мамонт-рикошет, который газует на доставку, но я со своей любимейшей мамонтой-изидой и приваренной башней смогу его заблокировать, очень надеюсь на это, да, у меня это получается, здесь мы даже, блин, хотел развернуть башню, я же не могу повернуться, жесть, меня просто уносит рикошет и у меня здесь ничего не получается сделать, наш союзник уже берет мячик и газует, мне бы как-нибудь его подстраховать, потому что я более чем уверен, что его прямо-таки сейчас сольют, у меня овердрайв имеется, овердрайв мамонта это то, что мне прямо-таки нужно здесь и сейчас, и у меня должен быть хотя бы какой-то минимальный шанс на доставку данного мячика, при том, что зона на доставку очень хорошая, мы прожимаем овердрайв, блин, у меня забирают, ну что ты делаешь, вот зачем было делать вот так вот, как сделал данный игрок, мне не дает он тем самым доставить данный мяч, жесть, сколько еще мин, а если, по-моему, не подобрал бы, я уверен, наверное, где-то на 90%, что у меня бы удалось и получилось бы вообще доставить данный мячик, но так как тиммейт у нас очень крутой, я-то выступаю в роли какого-то нубика, то у меня не получилось ничего сделать, но мы не отчаиваемся, мы прямо-таки сейчас отправляемся нагибулить дальше, потому что я вижу, что мамонта рикошет уже едет в мою сторону, а это значит, что я должен прямо сейчас врываться на него со своей зверской аппетитной нагибаторской мамонтой дидой, ах, меня заморозили, жалко, жалко, не получилось, не получилось, у меня ничего сделать, там они по краешку пока катят, а мы сейчас должны просто-просто врываться, если я ворвусь где-нибудь в центрики, а потом они возьмут мячик и мне как-нибудь магическим образом накинут его, это будет очень круто и достойно, поэтому давайте вот как-нибудь вот здесь вот сейчас поедем, у меня 50% имеется, мне бы еще бы килл бы забрать, давай, 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 блин, не получилось, жалко, обидно, досадно, но вот здесь вот я бы хотел бы его схавать, дай, 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 сюда, 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 аптечечку, так, одного я забрал, блин, куполочек ставят, блэд, у меня опять ничего не получается сделать, две минуты до конца боя осталось, а мне до первого места еще играть и играть, и у меня пока ничего особо не получается на моей суперской мамонте и зиде, поэтому мы выдвигаемся вперед, мы просто бежим за этими фрагами, при том, что васпа, ой, какая васпа викинга смока, бежит просто от меня, я не дотягиваюсь, ну ладно, сейчас получилось у нас ее слить, давайте вот сейчас как-нибудь здесь по викингу рикошетику накинем, о, супер, получилось у меня это сделать, оп, давайте еще одного, ах, еще одного не успел забрать, сейчас у меня уже будет овердрайв, но у меня уже нет нетрушки, а без нетрушки моя мамонтушка уже не нагибушка, и поэтому у меня есть проблема, опять я ухожу на респ, одна минута у нас до конца данного замечательного боя остается, и сейчас мне было бы неплохо каким-нибудь магическим образом ворваться где-нибудь в центре на подборе данного мяча и таким образом поставить данный мяч за минуту до конца, если у меня получится это сделать, то спокойнейшим образом игрок на мамонта и зиде с приваренной башней заберет первое место в данном замечательном бою, нет, 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 только не так, только не так, только не так, блин, они еще и скидывают, ужас, короче, и у меня не получится здесь поставить, боже ты мой, я думал, что я сейчас поеду и спокойнейшим образом буду ставить, но ничего у меня не получается сделать, ну просто ничего, ну просто они бегают от меня, я пытаюсь что-то как-то догнать, как-то их нагнуть, но нифига не получается, просто ужас, 20 секунд у нас остается до конца, 161 очко опыта у меня имеется, у второго места 160, у меня есть все шансы забрать здесь 6 наших любимейших звезд, если меня, конечно, сейчас кто-то возьмет и просто не обгонит, поэтому было бы неплохо, если сейчас бы я бы хоть кого-нибудь бы здесь забрал, но они стоят в куполе, а мы при всем этом раскладе забираем первое место, первое место на Мамонте-Эзиде с приваренной башней, если вы мне сейчас скажете, что мне просто повезло с картой и с тем, что в регби я оказался на Мамонте-Эзиде, то есть на корпусе, который здесь реально играбелен, то я вам 100% скажу, что вы правы, мне реально здесь повезло, а вот повезет мне в следующем видеоролике или не повезет, тут уже мы узнаем совсем скоро, поэтому, ребят, не забывайте прожимать палец вверх, оформлять подписочку на канал, ну и если вам подобного рода видеоролик понравился, то обязательно по этому всему поводу вы еще дополнительно можете написать комментарий, комментарий, продолжай, нагибай, продвигай и доказывай, что даже игроки, которые играют с приваренной башней, могут спокойнейшим образом занимать у нас первое место в любой матчмейкинговой катке. С вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok